Добрый день, уважаемые друзья! С вами, как всегда, юрист по миграционным делам Саид Хедиров. В сегодняшнем видео, уважаемые друзья, поговорим о глобальной теме. Многие у нас иностранные граждане, мы все знаем, пребывающие более 90 суток на территории Федерации, которые приехали осуществлять трудовую деятельность на территории Федерации, обязаны получить разрешительный документ, так называемый патент. Так вот, для получения патента иммигрант проходит там медицинское свидетельство, делает страховку, переводы паспортов, подтверждающие владение русским языком и обращается со всеми вот этими документами, то есть пакет документ собирает и миграционные органы. После получения патента иностранных гражданин, то есть до получения патента, после подачи документов на патент, иностранный гражданин вносит авансовый платеж, так называемый, то есть за каждый месяц, который иностранный гражданин и последующие месяца до 12 месяцев вносит авансовый платеж за патент. И на основании этого патента осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Так вот, иностранный гражданин до получения патента, после подачи документов на патент в орган миграционной службы, то есть должен внести авансовый платеж. Так вот, авансовый платеж, когда вносят, это можно в разных банках внести. Вносят, например, также авансовые платежи, то есть платеж также в этих органах, в миграционной службе, где находятся, где подают документы на патент. В этих местах также находятся разные банкоматы, там Газпромбанк, ВТБ, Сбер, разные. И все. После получения патента у иностранных гражданина будет один чек, если он заплатил на один месяц. Более того, и когда уже регистрация заканчивается, то есть он в последующие месяца, то есть дата получения патента считается это дата платежа. То есть если у него, например, авансовый платеж внес 15 июля, а патент получил он 20 июля, в следующий июль, сентября должен 20 июля заплатить авансовый платеж. То есть патент, чек за патент, да, плату. Так вот, и когда он заехал, у него дается 3 месяца, месяц дается на подачу патента, и 3 месяца у него первый, вот это первичный срок пребывания на территорию Российской Федерации. Так вот, когда проходит, он получает патент за месяц, за два, за три оплачивает, и у него срок временного пребывания на территории Федерации заканчивается. Так вот, чтобы продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации, на основании федерального закона 109 о миграционном учете, на основании федерального закона также 115, иностранный гражданин обязан в течение трех дней продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации, если на это есть основания. Основание, которое иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность на основании патента, у него является первым основанием, это, конечно, патент и платеж, который он непрерывно платил, за три месяца платил. И все, он приходит, то есть он не приходит, вообще он по закону, по федеральному закону 109 о миграционном учете, иностранный гражданин передает все необходимые документы принимающей стороне, чтобы принимающая сторона пошла, поставила на миграционный учет иностранного гражданина. Так вот, когда передает паспорт, перевод, старый миграционный учет, патент, оригиналы все передает, платежи, принимающая сторона, либо через госуслуги, либо через МФС, идет, ставит на миграционный учет иностранного, данного иностранного гражданина. После того, когда он продлевает, у него, грубо говоря, иностранный гражданин заплатил там, например, каждые три месяца, очередно платил за патент. И первый чек он заплатил и либо потерял, либо стерся. Приведу потом пример. Так вот, уважаемые друзья, если кто не платил Сбербанке, Сбербанке, например, дается вот такой хороший чек, который он не стирается. А вот этот чек получен, который оплачен в банкомате Газпромбанк. Так вот, видите, да, отличается, тут вообще ничего не видно, тут хорошо видно, то есть. И когда принимающая сторона идет в МФС, грубо говоря, продлить иностранным гражданинам, которые находятся на территории сферы законно, осуществляет трудовую деятельность, все на законных основаниях. У него получается, сейчас я вам покажу, есть миграционный учет, регистрация, есть патент, есть чеки об оплате. Первый чек, вот такой вот, который он оплатил в Газпромбанке. Остальные очередные чеки, вот такие вот, которые Сбербанке оплатил. Так вот, друзья, и когда приходят в МФС, МФС может принять документы, выдать, но когда МФС принимает документы на миграционный учет, они в течение суток направляют в миграционный учет, то есть в миграционный центр. И те смотрят, инспектор смотрит, ха, вот тут чек не читаем, это получается, ну как сказать-то, не то, что незаконно, но получается не предоставил документы необходимые для постановки на миграционный учет иностранного гражданина. И с вас тогда потребуют либо дубликат чека, достать вот этого чека, либо подтверждающий документ об операции данного чека. Это основание требования, получается, законно, инспектора, сотрудника миграционного учета. Так вот, на 50 лет октября, это в Тюмени, например, где подают иностранные граждане, да, вы подаете, например, документы на патент, и там же оплачиваете, вам выдают в Газпромбанке. Там стоит, если память меня не изменяет, там стоит Газпромбанский банкомат, он выдает вот такой чек. Гражданин обратился ко мне, не может поставить на миграционный учет, то есть с принимающей стороны обратились. Я стал выяснять обстоятельства, стал выяснять, посмотреть все документы, смотрю чек нечитаемый. Им сказали, чек нечитаемый, нужно предоставить документ подтверждающий о воплате. А кто это может выдаст, либо в Газпромбанкотделение. Когда пошел я туда выяснять обстоятельства, мне нужно получить дубликат чека в банкомате, где там работают, смотрят за этими банкоматами, либо нужно подтверждающий документ о воплате, об операции. Они сказали, мы ничего не знаем, обращайтесь в отделение. Поехал в отделение, тут в городе-то немного, штук 4 отделения банка Газпрома, в двух отделениях, как бы хрю-мрю, там ни о чем, короче, то ли стажеры сидели, то ли что. Не могли. Позвонил на горячую линию, груб, в общем, в порядке, короче, этот чек достать трудно. Вам дубликат этого чека никто не даст, нужно только писать обращение с заявлением, чтобы подтвердили данный чек. Пишите обращение в отделение Газпромбанки, и от трех до пяти говорят, кто-то, говорит, месяц ждет. И тогда подтверждают, ладно, подтвердили. Кроме того, этот, чтобы получить справку, вот эту подтверждающую, да, об операции, стоит 1000 рублей. Так вот, советую, как юриста, мой совет, уважаемые друзья, не поленитесь, когда вам дают, вы подали документы на патент, вам дали справку. Такого-то числа придете получать патент, вот вынесите авансовый платеж. Не надо ходить потом приходить платить там, я не говорю, что не платите там. Если вы платите там, вот такой чек нужно будет либо сфотой, либо сканировать, либо откопировать и оставить себе, когда он еще и является читаемым. Когда не читаем этот чек, вообще никому не нужен будет. И все. А в хорошем случае, получается, просто вы вышли, идете, когда получать патент, зайдите в Сбербанк, у вас будут реквизиты, у вас будет ННН. Оплатите в Сбербанк и вам дают вот такой вот чек. Оно, этот чек вообще не стирается, хоть два, хоть два, хоть три года. И при этом случае, даже при этом, всегда фото эти чеки. Вот такие вот, друзья, потому что гражданин обратился, я сам лично столкнулся, обратился за помощью, помочь решить проблему. Мы, конечно, решили проблему, там писали, там писали, подтвердили, справку приложили, зарегистрировали на миграционный учет. Я передал документы все, принимаешься, не принимаешься, она пошла и все, все сделали. Так вот, чтобы таких проблем в последующем не было, лучше оплатите чек в Сбербанке и идите, спокойно получайте патент. И даже в Сбербанке, либо там в Газпроме, если платите, обязательно чек сканируйте, чек сфотографируйте каждый чек, каждый месячный. Любой документ нужно будет сфотографировать, либо откопировать, если вот такой вот белый чек будет. Всем спасибо, уважаемые друзья, с вами был Юрий Саид Хедиров. Если вопрос оставляю вот на этот номер, мы кроме, занимаемся кроме миграционных услуг, также по семейным кодексу работаю, разводы, алименты, по посовиям, материнским капиталам и другие гражданские дела. По этому номеру можете обращаться, звоните, записывайтесь на консультацию, все решим. Спасибо вам, всем добра, берегите себя, свои близкие. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok